В Ненецком округе на сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции получают 95 человек. В минувшие сутки вновь заболевших четверо. За это же время 8 человек выписаны и полностью здоровы. О текущей ситуации по заболеваемости COVID-19 на территории региона рассказали накануне в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа в ходе встречи с региональными журналистами. На сегодняшний день в Ненецком округе выявлено 437 заболевших. 353 из них уже выздоровели. На карантине в обсерваторе находятся четверо. Под наблюдением дома рекордное количество человек – 913. В стационаре более 20. Некоторые из них находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались в период пандемии от сопутствующих заболеваний трое. В ходе встречи с окружными журналистами, исполняющие обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Вячеслав Цайко, опроверг слухи о смерти четвертого пациента в регионе от коронавируса. Что касается последнего прибавления, информация опять-таки непроверенная, как сейчас принято говорить молодежью фейковая. Почему? У пациента и прижизненно, и посмертно был отрицательный ПЦР-диагноз. На сегодняшний день мы знаем, что двойное ПЦР-исследование является доказательной базой. Кроме этого, последними результатами всегда является патологоанатомическое заключение посмертное. Патологоанатомическое посмертное заключение тоже выявило как причину смерти не ковид у этого пациента. Представители профильного ведомства также пояснили нюансы в системе учета пациентов с коронавирусом. С недавнего времени Роспотребнадзор, статистика которого поступает на общероссийские порталы, в том числе на портал СтопКоронавирус, начал учитывать только тех пациентов, которые имеют положительное подтверждение коронавирусной инфекции, и на которых медорганизации выдано эпидзаключение. Если там прописывается, что пациент положительный, плюс у него есть симптоматика, тогда этот пациент попадает в статистику Росздравнадзора. Эта статистика отсвечивается на портале СтопКоронавирус. И с учетом того, что идет запаздывание размещения этой информации, то есть у нас информация идет оперативная, грубо говоря, от постели пациента, а все, что идет на официальный сайт, оно пока прогружается через официальный портал, и дойдет запаздывание примерно на сутки, иногда полтора. Отвечая на вопросы журналистов о попадании Ниньского округа в число лидирующих восьми регионов с быстрым ростом числа заражений коронавирусом, Вячеслав Сайко сообщил, что на этот результат повлияла малочисленность субъекта. Учитывая малочисленность нашего субъекта, даже один заболевший дает большой статистический расчет, поэтому вроде бы попадание, как вы называете, в темно-красную зону, на самом деле, если проводить сравнительный анализ с другими субъектами, как бы, да, изолированного нашего субъекта, как ни парадоксально, здесь играет нам на руку, и своевременно принятые штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией меры дают свои плоды. К таким мерам относится двухнедельная самоизоляция жителей, прибывших из-за пределов округа, что помогает быстрее выявить случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Как только мы снова вернулись к режиму самоизоляции лиц, которые прибывают на территорию Ниньевского округа, у нас сразу же в этот же день было выявлено два пациента, которые прилетели с коронавирусной инфекцией. Если бы не эти меры, то эти люди вышли бы на работу, то есть им могли заразить тех коллективов, которые не прибыли. То есть на сегодняшний день, и по мнению Роспотребнадзора федерального, и нашего, и нашего департамента, с учетом нашего опыта, самоизоляция лиц, которые прибывают, либо тестирование, позволяет нам отсортировать пациентов, точнее, не пациентов, а еще лиц, которые могут служить источником инфекции и служить дальнейшему распространению этой инфекции среди коллективов. Поэтому самоизоляция – это очень эффективный метод. Ну и плюс масочный режим. Масочный режим, по словам Елены Левиной, также эффективен сейчас и в связи с ростом числа болеющих ОРВИ. Еще один эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний – прививки. На данный момент в регионе от новой коронавирусной инфекции привито 33 медработника. Это те, кто находится в зоне риска. Привиться от COVID-19 изъявили желания и жители округа. Информации о том, когда мы получим следующую партию вакцины, и у нас будет возможность прививать жителей нашего региона, у нас нет. Мы заявили о том, что такая потребность у нас имеется. Сейчас мы просчитываем необходимое количество следующей партии вакцины. На сегодняшний день, так же, как и вакцинация от гриппа, это будет добровольная вакцинация. На сегодняшний день я не могу сказать ни об одном подтвержденном случае, не было у нас таких случаев, Лена Степана, побочных выраженных эффектов от, после введения вакцины. Что касается заболеваемости острыми респираторными инфекциями, то в связи с превышением сезонного эпидемического порога, часть образовательных организаций переведена на дистанционное обучение. На сегодняшний момент село у нас за исключением виски, которые находятся на досрочных каникулах, они все работают, но в основном обучаются в очном режиме только начальное звено. То есть дети старшего звена, они у нас все за исключением первой школы на дистанционное обучение. Что касается села, то они работают в штатном режиме, как я уже и сказала. Кроме того, на досрочных каникулах у нас коррекционная школа-интернат. Также по причине превышения порога заболеваемостью ОРВИ приостановили работу два детских сада в селе Тельвиска и поселке Харута. В городских садах группы закрываются локально. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.